Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех моих любимых зрителей и поздравляю с наступлением лета! Ура, ура, мы дождались! Лето мы с вами встречаем под звуки джазового оркестра нашей школы, средней школы. То есть это обыкновенные дети, которые очень любят музыку и вот так превосходно играют. Смотрите, какие чудесные сережки от Бетси Джонсон, просто восхитительные! И великолепная сумочка-арбуз от фирмы Наташа. Ой, я надеюсь, что всем этим предметам очень подходит вот этот сегодняшний джазовый оркестр. Ну что сказать вам, мои дорогие, нельзя, нельзя так жить на 200%, Нельзя так жить, как Настенька! О боже, какая яркая, насыщенная жизнь! И я попробую уместить ее в этом видеообзоре. Помимо зарисовок, нас сегодня ждут мои находки. То есть все находки, которые у меня собрались за это время, пока я не выпускала видео, или там путешествовала, или занималась там прогулками, ходила на концерты к моим детям. А за последнее время было аж два концерта, и я с удовольствием их посетила. Ой, какие уютные дворики! Вот хотела вам показать, как умеют американцы украшать. Все это так, вот эта каждая мелочь на месте, вот это все так творчески подходит ко всему. Смотрите, какие мартышки там на дереве висят. Решила, думаю, такое надо заснять и показать моим зрителям. Вот какой почтовый ящичек интересный. В общем, не могла пройти мимо вот этого очаровательного, уютного дворика. И таких двориков, конечно, очень много разбросано по всей Америке, по всему Бруклину. Смотрите, какие живописные там павлины. И какой уютный сапожок использовали для растений. В общем, все радует вокруг, все радуется лету. Канадские гуси, вот даже прилетели тут вас поприветствовать. Ирисы, конечно, уже потихонечку отсвели, но в кадр попали. Ну и 1 июня у меня был день рождения. Пили мы на день рождения коктейль под названием «Бахама-мама». Вот такой вот коктейльчик очень приятный в ресторанчике Applebee's на Manhattan Beach. Если хотите, загляните в этот ресторанчик. Там очень много предлагается разных коктейлей. Ну и в подарок я получила сумочку и чудесные розовые розы. Просто великолепные. Ну и на работе я получила тоже чудесный вот такой тортик. Еще у моих детей был прам, так называемый выпускной со школы. И после вот этого джазового концерта был настолько чудесный теплый летний вечер с огромной луной, которая не передает видео эту всю красоту. Дети пытаются ее поймать, эту луну. Ну, в общем, у меня была вот интересная, яркая, насыщенная жизнь. Ну и после этого всего я приступаю к показу тарелочек. Этот показ я давно вам обещала. И, как говорится, не прошло и полгода. Эти тарелочки выпущены в честь жен Генриха Восьмого. Помните, да, мы ходили на Мюзикл Сикс, и у Генриха было шесть жен. И в английском даже, вот как учат их жен, да, в Англии, учат так. Значит, это разведена, обезглавлена, умерла, разведена, обезглавлена, выжила. Вот кратко, в общем-то, вся информация об этих женах. Ну, на самом деле, там, конечно, очень такая долгая история. И, почитайте обязательно в интернете, значит, первая жена, у них не было наследника. Все шло из-за того, что вот нету наследника. В общем, он с первой женой из-за этого разошелся, у них была одна дочь, но сына не было. В общем, потом он женился на второй, которая тоже не родила ему дочь, и в конце концов он ее обезглавил. Третья жена, наконец-то, родила сына, но умерла. Четвертая жена, в общем, дальше я уже не помню, что с ней было. И только последняя, шестая жена, в общем, у него выжила. В общем, целая там история про всех этих бедных женщин, несчастных, честно говоря. Целые там интриги плетутся. Но сами тарелочки, посмотрите, как красиво и интересно они сделаны. И настолько ярко, качественно и хорошо, что ну просто нет слов. Тарелочки, конечно, у меня не полная серия. Здесь вот с именами этих жен. У меня не полная, к сожалению, серия. Полную серию мне найти пока не удалось. Выполнены они двумя компаниями разными. Если вы будете искать, обратите внимание, что одна это Ройл Алберт. А вторая вот та, как у меня, Стаффершер. Вот сам этот Генрих VI, видно, что такой мужчина, непростой мужчина, очень сложный и очень властный. Кстати, он отрекся от католической церкви и придумал англиканскую церковь. Все из-за того, чтобы развести, чтобы ему разрешили с первой женой. То есть все крутилось вокруг наследства, вокруг наследника. Разводиться нельзя, понимаете? Это ему было очень сложно. Но самое интересное, что борьба за наследника закончится тем, что королевой все-таки станет его дочка. Ну, давайте теперь уже отойдем от этой темы и полюбуемся на мои находки. Например, вот эта чудесная камея в серебряной оправе. Я решила, знаете, так стерлинг там написано. Я решила так стиснуть зубы и все-таки купить себе что-то хорошее, настоящее. Потому что у меня есть камея только в оправе, которую я сама сделала. А это вот именно хочется что-то такое, знаете, от мастера. И вот эта камея мне очень приглянулась. Это вроде бы в золотой оправе, но маркировку я нашла только на цепочке. На самой оправе я не нашла. Она тоже очень такая милая, нежная камея. Вот так ее можно и как брошь носить, и как кулон. И вот здесь вот вырезана красиво, как видите, и вот это ожерелье, и причесочка такая интересная у девушки. Такий вот носик. В общем, красивая работа. Мне понравилось. А вот этими сережками я, конечно, немножко разочаровалась. Потому что выписала я их себе из Италии. Я, честно говоря, думала, что они будут немножко побольше. Они оказались вот такими миниатюрными. Давайте посмотрим на маркировку поближе. Маркировка, по-моему, Италии и 925. Сейчас мы рассмотрим. Да, Италии 925. И подходят эти сережки камеи, которые у меня уже есть, по цвету раковины. И довольно неплохо они смотрятся вместе. Такой вот наборчик получился. Профили разные, но цвет как бы одинаковый. Так что я думаю, что будет смотреться неплохо. Напоминаю, что они из города Торо-дель-Греко в Италии. Ну, а здесь мы с вами из Италии перенеслись в Мексику. Вот такая чудесная птичка, калибри, выполнена мексиканскими мастерами. И здесь, как мне кажется, очень удачное сочетание бисера. И вы видите, вот здесь на оборотке серебро, 925-я броба. То есть бисер и серебро вместе. И смотрится очень оригинально. Бисер и металл. Вот я не знаю, конечно, какая техника. То ли они наклеивали, то ли это как-то вот просто... Ну, выглядит очень оригинально. И вторая вот такая же птичка. Не менее оригинальная. Более меньшего размера. Но здесь уже выбито не просто 925, а по-моему, Мехико там стоит клеймо. Вот такая вот хорошенькая. Симпатичная находочка. А сегодня я снова была в Тиджей Максе и увидела вот такую чудесную бабочку от той же фирмы. Виден почерк, да? Тоже там клеймо 925. И смотрите, насколько она красивая, яркая, необыкновенная. Мэйден Мехико. Вот, ну и здесь, кстати, вот подарочки на день рождения. Я получила вот этот очаровательный браслетик. Уже не помню какой фирмы. У меня забрала коробочку Мишелька. Я не знаю, куда она ее положила. Ну, в общем, такой вот чудесный браслет. Интересный дизайн. Такие браслеты есть на Алиэкспрессе. Но это, мне кажется, оригинальный браслет, потому что вот здесь застежка вот такая, как слайдеры, да? И очень удобно носить и можно сделать по размеру вашей руки. А те браслеты, которые продаются на Алиэкспресс, они с застежкой лобстером. То есть они не оригинальны. Это просто подделка. Замечательные, чудесные вот такие духи мне подарили. Но, вы знаете, в Америке не принято дарить дорогие подарки. Вот такие дарят. Маленькие, скромненькие. И еще подарили мне брошечку с буквой А. Но брошечка на работе осталась. Вот такие вот чудесные бусики встретились у меня в секонд-хенде в нашем. И я их уже себе отложила на отпуск. Потому что они необыкновенно легкие, красивые. Яркие. Кстати, забыла показать, как браслетик смотрится на руке. Это очень нежно. Еще попался мне в нашем TG Maxx янтарь. И, как видите, загнули за него цену. Дай Боже. Но это Adjustable Ring. Как бы его можно раскрыть. Made in Poland. Да, польская фирма. Но янтарь, наверное, скорее всего, не настоящий. Скорее всего, это плавленый. Но, во всяком случае, хоть что-то. Потому что в других магазинах у нас есть магазин, посвященный янтарю. Но хотят за него очень-очень дорого. Так. Вот еще вот такой кулончик у меня получился. То есть кольцо и кулон. Так вот вместе. Они составляют сет. Опять же, вот цена, конечно, дороговатая. Что поделать. Следующая находка. Это вот такая чудесная гондольера. Которая будет напоминать о Венеции. Я, конечно, не была в настоящей Венеции. Но была в Лас-Вегасе. В отеле The Venetian. Такая вот обороточка. Очень милая брошь. Следующая находка. Вот сначала я думала, ну вот почему она такая блестящая. Вроде как новая. Но все-таки хорошо, что я попросила продавщицу показать ее мне. И, как видите, это оказался Джей Джей. Вот с такой вот рождественской звездой, рождественской темой. Интересная брошь. Здесь, правда, не хватает кристаллика. Но, я думаю, это не проблема исправить. Следующая брошь. Вот такая чудесная. От компании Marvella. Очень хорошего качества. Приятная, нежная. Очень люблю жемчуг. Красивая находка. И в парочку к ней встретилась мне вот такая вот брошь. С перламутром, хочется надеяться. Что это не пластик, а перламутр. Но вот видно по застежке, что это винтаж. Все-таки винтажная брошечка. Очень милая. Следующая находка – это кольцо с кристаллами ПВ. И зеленоглазая вот такая вот муха. Очень красивое колечко, симпатичное. Пытаясь вот примерить для вас, показать, как оно смотрится на руке. Интересное. Конечно, ничего не могу сказать о его происхождении. О его винтажности. Но я думаю, что хорошее какое-то качество. Чувствуется, что качество хорошее. Хорошее золотое покрытие, кристаллы. А следующая брошечка – это у нас Эйвен. Вот такой букетик. Вот видите, розовые розы. И на день рождения брошечка попалась с розовыми розами. Просто чудесно. Я ее отложила, буду носить. Вы знаете, некоторые вещи хочется вот взять, надеть и носить. Ой, вот этот вот крокодильчик. Как он мне понравился. Я еще думала, брать его, не брать. Вот такой вот он во рту держит в пасте жемчужинку. Вот такой огромного размера. Красивая эмаль. Я сначала думала, что, может быть, это Алиэкспресс. Но все-таки хочется надеяться, что это что-то винтажное. В интернете я не нашла по картинке. Я нашла только в одном месте. Там просто было написано «Винтаж стайл». И все. Ой, а вот эти кошечки. Боже, какие они милые. От компании Dinecraft. Бест френдс. С этой черепашкой. Я вообще ее не хотела брать. Я думала, что это может быть Алиэкспресс. Но мне продавщица сказала, ну возьмите, я вам сделаю очень хорошую скидку. И она мне ее отдала. Такая там вот блестящая сторона изнутри. Немножко потертая, конечно, головка спереди. Но вот кристаллы кабошоны очень хорошие. Хорошего качества. Будем надеяться, что это винтаж. Следующая у нас идет брошечка в стиле дамаскин. Такой веер. Замочек-тромбон. Хорошая находка. Как только я вижу дамаскин, я, конечно, стараюсь сразу же брать. Ну а эту брошечку, я думаю, что вы все узнали по стилю. Это так называемая Михаль Голан. Я уже вам о ней рассказывала как-то, да. И вот снова она мне встретилась. Она обычно использует натуральный материал. Это натуральный жемчуг. И вот давайте посмотрим на обороточку. Михаль Голан. Очень такая изысканная брошь. Я бы сказала, в таком викторианском стиле. Ой, забыла вот это колечко показать. Красивое янтарное. Тоже очень мне нравится. Напишите, что вы думаете о таком янтаре. Я понимаю, конечно, что есть более красивые дизайны. Есть более качественный янтарь, но он и стоит дороже. Вот. Ну и кулончик вот такой. Очень оригинальный. Вот такая китаянка. На нем изображена. Ничего особенного, но очень красивое изображение. И еще порадовал меня очень вот этот браслет с кошечками. Браслеты такие встречаются очень редко. Они винтажные. У меня есть подобный браслетик со слониками. Ну вот теперь появился с кошечкой. Ну еще у меня есть тоже такой же браслет в таком стиле. С тематикой на Рождество. Тоже очень симпатичный. Вот такие вот хорошенькие кошечки. Ну а тут у нас подиумные клипсы. Совершенно великолепные. В индийском таком стиле. Да, вот куда-то в храмы индийские. И они маркированные. Я, правда, еще пока не нашла никакую информацию об этой компании. Но я думаю, что вы меня простите, потому что жизнь у меня, ну просто в бешеном темпе. И еще, слава богу, остается немножко времени на находки. Я уже рада этому. Вот следующий, значит, лев такой очаровательный. Дальше вот эта брошечка мне очень понравилась. Смотрите, какая леди вся из себя. Такой вот замочек интересный. Видно, что это винтаж. Следующая брошь – это настоящая находка. Попалась она мне за 5 долларов. А вы видите, что похожая в интернете стоит 150. И эта компания, вот не знаю, как правильно произнести, Ричель Еу. Для меня это звучит как какое-то французское название. Если у меня есть кто-то, кто может правильно подсказать с произношением, пожалуйста, научите. Вот, ну и вот этот кулончик очень милый. Я думаю, что это Эйвон неподписанный. Смотрела, я смотрела, где маркировка, ничего не нашла. Ну, а здесь вот такие замечательные бусы перламутровые. Я, конечно, когда такие бусы вижу, я просто с удовольствием их покупаю. И сегодня я их уже выгуливала. И было очень красиво, очень яркий такой образ получился у меня. Сейчас я покажу, вставлю фотографию. Ну, вот такой чудесный перламутр. Обожаю перламутр. И вот такие, как бы, бусины мне нигде никогда не встречались, кроме как Америки. Вот еще попались мне вот такие тоже. Это более длинные бусы, которые удлиняют силуэт. Тоже очень красивые. Ну и заканчиваем шедевром. Мы с вами сегодня начали с шедевров, да, скамей. И закончим вот таким вот шедевром. Это духи от Estee Lauder. Стала я их искать в интернете после замечательного видео от Светланы Малевской. Она там показывала чудесную пудреницу с близнецами в таком вот красивом золотом цвете. Ну и стала я после этого искать пудреницы от Estee Lauder. Скажу я вам, что они не дешевые. Но именно эти две попались мне по хорошей, приемлемой цене. Потому что, Светочка, то, что вот у вас было в интернете, стоит 100 долларов, там 150 долларов. А эти я купила, по-моему, за 30 что-то такое. И более не менее. Одну даже, по-моему, за 17. Вот не хочу врать, не помню. Но была цена хорошая. Здесь вот написано Estee Lauder. Такие вот чудесные дамские штучки. Очень, я думаю, хорошие такие вот приобретения. Ну и следующие находки. Это уже вот Лия София. Вот чудесный кулончик такой. Да, это то, что не попало в кадр, как говорится, сразу. Великолепный такой кулон с Голиотисом. Очень хорошее качество. Ну и браслетик вот этот тоже, что сразу не попал в кадр. Я думаю, что это новодел, что это современный браслетик. Но он сделан вот так вот под винтаж. Такие галантные сценки. Удобный замочек. Вот так вот он вставляется. Но я думаю, что все-таки это не винтажная вещь. Но такая приятная все равно. В любом случае смотрится очень красиво. Тоже сегодня я его носила. И была очень довольна. Ну и вот такой вот обзор находочек. Я надеюсь, вам очень все это понравилось. Обещаю надолго не пропадать. Если у меня получится. Желаю вам всего самого хорошего. Всех люблю, целую. У меня сегодня был вот такой вот насыщенный, яркий праздничный день. И я немножко вот вставлю сегодняшние зарисовки тоже для вас. Вот покажу чуть-чуть Проспект Парк. Наш знаменитый. Вот закончу видео кадрами из Проспект Парка. Это Бруклинский парк. Он меньше, чем Централ Парк. Но тоже очень приятный. Тенистый. Здесь много людей, которые выходные приходят на пикники. Провести время. Спрятаться от жары. И этот парк я тоже рекомендую к посещению. Ну все, заканчиваю свою болтовню. Всех люблю, целую. С вами была Анастасия из Нью-Йорка. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok